Приветствую вас и давайте подумаем так. Вот, допустим, вы могли повлиять на девушку так, что она перестала ленать карьеры и перестала оценить наши непродолжительные отношения, то есть, по сути, поменялась свои цены. Как вы думаете, этот человек с изменившимися чертами характера, он будет тем, кого вы знаете, или кем-то другим? Устраивает ли вас тот факт, что этот человек стал другим? Не тем, кем он был раньше, а другим. Если да, если вы хотите этого человека поменять действительно, если вы хотите, как бы сказать, создать его по своему образу и подобию, то есть, как вам нравится, как вы хотите, то тогда никто не мечтает вам разом-разом убеждать человека, что тот он делает неправильно. Ну, нужно понимать, что человек строит свою деятельность исходя из своих ценностей, исходя из своих целей, идеал и прочее. И если вы измените человека, то получается, что вы разверите его в его ценности, в его идеал, по сути, подсказываете ему, что он делал неправильно. Это очень опасно, потому что человек, потеряв свои ценности, может впасть в депрессию, может потерять смысл жизни. И, конечно, говорить о том, что так делать нельзя, его не стало, ведь вы, если будете рядом, то вы поможете. Но это очень опасно. Очень опасно. И вопрос в том, готовы ли вы такую ответственность нести, и уж точно вы не имеете морального права решать за девушку, как ей жить, потому что она уже взрослый человек и имеет право сама выбирать. Но если вы считаете, что в карьере есть что-то плохое, вот у желания карьеры есть что-то плохое, то аргументируйте чем-то свое мнение, покажите ей, что она не права. Сделайте наглядным для нее негативные моменты желания карьеры. Вот негативные моменты ей покажите, и она, уверен, увидев их, перестанет им стремиться. Но важно понимать, что восприятие у людей разное. И то, что вам кажется негативным, для человека может быть или нейтральным, или вообще позитивным. И потому, если вы хотите отношения с этой девушкой сохранить хоть какие-то, лучше бы вам принять ее такой, какая она есть. Но если вас не устраивает она, то, соответственно, вряд ли у вас получится ее изменить. Вряд ли. А тут нужно либо другого человека искать, который бы вам более подходил бы, либо просто-напросто посмотреть что-то в себе. Ну, а выходом из ситуации, то есть, что делать, да, он скажет так, что девушка, допустим, хочет карьеру. И понимает, что карьера и долгосрочные отношения не очень-то друг к другу вяжутся. В каком плане? В плане того, что для отношений нужно что-то делать, завернуть. А девочка этого не готова, для нее у вас одна карьера. Ну, и, соответственно, если у вас получится показать ей, что карьера и длительные отношения вполне себе совместимы, и это зависит только от личных качеств человека. Так, когда она с вами, или если вы ее подруга, то с мужчиной она не будет рвать, потому что будет знать о том, что можно быть и карьеристом, и при этом иметь длительные отношения. Длительные отношения не по месту. Вот это нужно показать. И как показать? Показать, что если человек действительно любит, то он принимает таким, какой есть другой человек. Он его не меняет, он его не как-то старается повлиять на него. Он просто принимает его таким, какой он есть. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего неестественного. Если у вас получится это, девушка, показать, то, возможно, в таком случае у вас получится брить компромисс. Вы покажете человеку, что можно реализовываться в разных сферах, то есть в сфере деловой, в сфере личной. Без ущерба одной какой-либо. Вот нахождение этой грани, нахождение этой середины, этого баланса, и является по сути целью. Является по сути основной вашей целью, которую вы можете достичь в контексте отношений с девушкой. И тогда и она будет счастлива, и в личной жизни тоже все у нее будет хорошо. Ну, а меня человеку слишком опасно. Я думаю, с этим согласятся все коллеги. Все, кто вам напишет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok